Стоило расслабиться, как вновь гром среди ясного неба. В Кустанайской области прирост заболевших коронавирусом за прошлую неделю превысил 26%. Из-за этого в регион вернулись карантинные меры. На дорогах уже установлены три санитарных поста, которые начнут работу сегодня в полночь. На автодороге Кустанай-Ауликоль-Сурган, Кустанай-Рудны, а также Аркалы-Камантугай. Основными задачами деятельности этих постов будет контроль за состоянием здоровья въезжающих в город Кустанай, а также контроль температуры у подозрительных пассажиров. Ограничений в передвижение пока не вводится. Ограничений нет на перемещение между городами, но вот внутри населенных пунктов они появились. Касается это Рудного и Кустаная. В выходные дни пойти на пляж, набережную, в парк, сквер будет нельзя. Их закроют. А если вы старше 65-ти, то и вовсе субботу и воскресенье придется провести дома без выхода на улицу. Нарушителям Владимир Нечитайло пригрозил штрафом до 14 тысяч тенге. К ограничениям вернули и часть бизнес-объектов. Работу салон красоты парикмахерская ограничит с 10 утра до 18.00, только по записи. Ограничит работу объектов, реализующих товары, промышленной группы до 20 часов 00 минут вечера. Работу продовольственных и непродовольственных рынков ограничит с 10 утра до 16 часов 00 минут. Цоны переходят в онлайн. Принимать в здании будут только по записи с 10 утра до 6 вечера. А 80% госслужащих переведут на дистанционную форму работы. Запрещение работы королки-баров, бильярдных, боулинг-центров, тату-салонов, массажных салонов. Ограничит работу образовательных центров, кружки, центры детского развития с 9 утра до 16.00 часов. Заполняемость не более 15 человек. Под запретом оказались работа аттракционов, батутов и даже фонтанов. В оперативном штабе заявили, что в них часто купаются и дети, и даже взрослые. А ведь там, оказывается, очень просто заразиться. Вода, как правило, там идёт не проточная, а она идёт оборотная. Соответственно, возможно, передача инфекции путём, как будем говорить, водным путём. Все эти правила будут действовать с 18 до 30 июня. Продлят ли их потом, будет зависеть от прироста заболеваемости. Если он снизится до 5%, то карантин ослабят. А для этого нужно следовать всё тем же рекомендациям врача. Держать дистанцию, обрабатывать руки и носить маски. Виктор Ваташко, Наталья Басмурзина, РТН. Субтитры создавал DimaTorzok